На канале РТВ и Международные новости я Сергей Кения, здравствуйте! Я буду голосовать за Эммануэля Макрона. Действующий президент Франции назвал человека, которого он хотел бы видеть своим преемником. При этом Франсуалан добавил, присутствие лидера национального фронта Марин Ле Пен во втором туре выборов несет риск для страны. Напомню, в финал гонки за Елисейский дворец прошли именно Макрон и Ле Пен. Левоцентрист, бывший министр экономики Франции, самый молодой из 11 кандидатов, Макрон сумел заручиться поддержкой наибольшего количества избирателей, почти 24% голосов. А лидер национального фронта Марин Ле Пен на второй строчке с результатом в 21,5%. Выступая перед сторонниками, Макрон поблагодарил всех соперников, за исключением Ле Пен. В своей речи политик заявил, что намерен объединить большинство французов вокруг собственной кандидатуры и одержать решительную победу во втором туре выборов через две недели. Как подчеркнул Макрон, нынешние выборы стали важной вехой в политической истории Пятой Республики. Французы отвергли кандидатов двух больших партий, которые правили страной последние 30 лет. Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать. Он решил поставить меня на первое место в первом туре этого голосования, и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена. Беспрецедентным успехом итоги первого тура выборов стали также для лидера Национального фронта. Еще никогда ни Марин Лепен лично, ни ее партия не получали такого числа голосов на общей национальных выборах во Франции. Более 7,5 миллионов человек предпочитают видеть ее на посту президента. Мы отправляемся во второй тур президентских выборов. Первый этап французов на пути к Елисейскому дворцу преодолен. Это исторические результаты, теперь на меня возлагается огромная ответственность по защите французской нации, ее единства, ее безопасности, ее культуры. В России традиционно готовы и хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад. Так, в администрации Владимира Путина прокомментировали мнение о том, что Кремль имеет своих фаворитов в президентской гонке во Франции. Фигурой, которая могла бы быть выгодна Москве, как правило, называют Марин Лепен. Лидер Национального фронта неоднократно выступала за отмену западных санкций и признание Крыма российским. На этом фоне СМИ предположили, что кандидатура Эммануэля Макрона является нежелательной для Кремля. Впрочем, как заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитирую, это совершенно неверные утверждения, они достаточно примитивные, конец цитаты. По его словам, Москва готова к сотрудничеству с любым кандидатом, считающим, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога на взаимовыгодной основе. Пока же продуктивного диалога между Россией и Западом не получается. Глава европейской дипломатии Федерико Магирини в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявила, а сегодня считать Москву и Брюссель стратегическими партнерами абсурдным, по ее словам, иметь взаимные санкции – это не тот вид отношений, которые партнеры обычно имеют. Магирини при этом констатировала наличие глобальных разногласий между сторонами, в первую очередь по Украине, из-за которой, собственно, и началась санкционная война. В свою очередь Лавров поинтересовался, почему ограничительные меры коснулись Москвы, но не коснулись Киева. Ведь украинские власти, по мнению главы МИД России, уклоняются от прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. А это, как считает министр, не соответствует букве Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос, а почему санкции это только против России? И очевидный саботаж киевским руководствам всего, что написано в Минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству. Кроме украинского кризиса, разногласия между Москвой и Брюсселем сохраняются по кризису сирийскому. В частности, стороны по-разному оценивают трагический инцидент в провинции Идлиб, где в начале апреля в результате отравления ядовитым газом Зарином погибли десятки мирных жителей. На Западе считают, что химическую атаку совершила правительственная армия Дамаска. Россия с такими выводами не согласна. Ранее Организация по запрещению химического оружия не поддержала предложение Москвы и Тегерана по расследованию инцидента. В ходе совместной пресс-конференции с Магирини Лавров назвал такую позицию странной. Главарь Аль-Каиды Айман Аз-Завахири призвал своих сторонников и всех боевиков, находящихся в Сирии, готовиться к затяжной войне с неверными. Как сообщают мировые СМИ, со ссылкой на информационные площадки джихадистов, преемник Усаме Бен Ладена предлагает экстремистам сменить тактику и начать партизанскую войну. Международный сатанинский альянс, как выразился лидер Аль-Каиды, никогда не примет исламскую власть в Сирии. Айман Аз-Завахири также заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке – это не только война сирийцев, но и кампания для всех мусульман, которые стремятся к установлению божественного правления. Тактики войны терактов продолжают придерживаться палестинские радикалы. Сегодня, в День памяти жертв Холокоста, на западном берегу реки Иордан, произошло очередное нападение в рамках так называемой интифады ножей. На контрольно-пропускном пункте Колландия к северу от Иерусалима вооруженная холодным оружием арабка напала на израильскую военнослужащую. 20-летняя девушка получила ранение средней степени тяжести. Находившиеся рядом полицейские нейтрализовали нападавшую, она была задержана. Известно, что ей 41 год, она мать 9 детей и проживает в поселении Дума на западном берегу. По данным израильских СМИ, во время допроса палестинка заявила, что поссорилась с мужем и совершила теракт, так как ей надоело жить. Следите за развитием событий на РТВ и моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова